Всем привет! Меня зовут Максим Дафин, я являюсь одним из основателей и техническим директором группы компании KROX. И сегодня продолжаем разговаривать об антеннах. И я буду вам рассказывать об одном известном типе антенн под названием антенны волновой канал, либо их называют антенны удояги. Вот один из образцов таких антенн для частот, кажется, 1700 МГц. И есть еще вариант, вот так выглядит такая антенна здоровенькая. Это антенна для частот, кажется, 433 МГц. Вот, если посмотрите, они чем-то похожи. Их отличительной особенностью является то, что у всех у них есть вот такие вот палочки, говоря простым языком. Наш видео для простых людей. И сзади есть такой вот отражатель. Вот эти вот палочки называются директорами. Вот они здесь палочки, здесь это в виде дисков. Можно это сделать квадратиками, можно прямоугольничками, это вообще не важно на самом деле. Они будут замечательно выполнять свою функцию в любом виде. Есть, собственно, сам элемент антенны, это вибратор называется, и есть отражатель, называется рефлектором. В этой антенне он также присутствует. Вот он, рефлектор. А сам вибратор здесь представляет из себя панельную антенну, то есть он возбуждается патчем. Это на самом деле не принципиально, возбуждать можно антенну разными способами. Это может быть патч, диполь. Даже возбуждать такую антенну можно рупором на самом деле. То есть это может быть рупорная антенна, здесь может находиться волновод. Волновод внутри возбуждается штырем. И вот эта структура будет выполнять свои, ну, скажем так, условно фокусирующие функции. Также замечательно и хорошо. Итак, что еще хочется сказать об этих антеннах? Это одна из самых-самых таких старейших антенн, которые известны. И важная особенность, которую нужно упомянуть, это то, что эти антенны бывают двух видов. Это однородные антенны и неоднородные антенны. Чем они отличаются, однородные антенны от неоднородных? У однородной структуры расстояние между директорами, оно одинаковое. Ну, вот здесь немножко диск расположен по-другому. Но такое часто делают, потому что эту антенну можно было бы удлинять еще дальше. Но поскольку не удлиняет, вероятно, его сместили так для лучшего согласования. Потому что, когда его обрубаешь, то антенна в неудачном месте, если его просто так прекратить структуру, антенна может быть хуже согласована. Ну, возможно, именно конструкторы сместили немножко. Но вот данная структура является именно однородной структурой. А бывают неоднородные, где вот эти диски могут располагаться на разных расстояниях. Вот эта антенна тоже является однородной структурой. Упрощенно вообще все эти антенны могут работать даже без директоров. То есть, по-простому может быть только сам вибратор и рефлектор сзади. Такая антенна дает усиление, если не ошибаюсь, в районе 5,5 дБ. Это вот только вот эта конструкция, если мы оставим. А уже если мы начинаем директора располагать, то у нее добавляется дополнительное усиление. По поводу усилений. Ну, интернет пестрит различными усилениями, которые приписывают таким антеннам. И сейчас я вам открою такую страшную-страшную тайну. Сошлюсь на Карла Роттхаммеле. Это известный исследователь, инженер, который написал замечательные книжки об антеннах. Это фактически азбука всех инженеров, которые занимаются антенном строительством, которые разрабатывают антенны. Ну, если вы не читали Роттхаммеле, то вы, можно сказать, ничего и не знаете об антеннах. Наверное, так. Автор описывает доступным языком все. Хотя книжка, в основном, конечно, больше для радиолюбителей. Так вот, по поводу усиления антенн. Максимально достижимое усиление у таких антенн, если у вас однородная структура, то оно может быть всего лишь 16 dBi относительно изотропного источника. 16 дБ, говоря простым языком. И если у вас неоднородная структура, то есть, еще раз напомню, вот эти элементы расположены везде на разных расстояниях, то для неоднородной структуры максимально достижимое усиление составляет 18 dBi. А все, что вы видите больше, это все в раке. Это просто такие вот нечестные маркетинговые ходы. Большего они, к сожалению, не могут. Вот, я уже повторял, для того, чтобы увеличить усиление. Ну, в Яге, конечно, немножко это по-другому. Усиление растет. Нам не нужно в два раза геометрический размер здесь растить. Там другая функциональная зависимость. Но антенна становится для достижения... Она может там достигнуть в теории и, скажем так, и, наверное, 19 дБ усиления. Но антенна будет очень-очень длинной, она механически не может существовать, то есть, она просто вот так вот сломается под собственным весом. Поэтому 18 dBi это максимум, что может дать эта антенна. Какие у нее достоинства? Ну, достоинства у этих антенн очень простая конструкция. То есть, она очень технологична и, ну, всем замечательная антенна. Ну, как и достоинства, у нее есть недостатки. И из недостатков здесь сказывается следующее. Вы, возможно, видели еще антенны, где рефлектор задний сконструирован чуть-чуть по-другому. То есть, он может быть вот так вот сделан. Зачем это делается? Вот у этих антенн есть, я уже рассказывал о диаграммах направленности. И если мы начертим диаграмм направленности, до этого я не чертил вам. Чертится вот такая штуковина. И она в полярных координатах указывается. Ох, да. Здрасте. Ну, вот, как могу ровно черчем. Здесь это основное направление. И причем этих диаграмм, их обычно две чертят. Вот в такой плоскости указывают диаграмму, и в такой плоскости указывают диаграмму. То есть, мы ее вот так располагаем, она еще светит и вверх, и вниз, с каким-то там распределением мощности. Но обычно эту диаграмму не указывают как не очень актуальную. Хотя для многих-многих применений это на самом деле важно. Потому что, если диаграмма очень сильно в этой плоскости размыта, то будут сказываться при связи так называемой зоны Френеля. Мы еще о них поговорим отдельно. Так вот, мы сейчас вот в такой плоскости начертим. У антенн Удаяги, а-ля волновой канал, у них очень большой уровень, может быть, как боковых лепестков. То есть, вот такая вот картина может быть. И еще у них очень большой уровень задних лепестков. То есть, вот, 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 вот так вот что-то. Это может, ох, криво. Ну, это, конечно, не этой антенной диаграммы направленности. Но, например, еще могут быть вот такие вот какие-то у них отростки по бокам. Если мы ставим сюда лучший рефлектор, то в усилении мы уже особо не вырастим. Вот эта точка, это, например, нам усиление, ну, там, 15 dBi. Вот. И дальше вот построены углы у нас какие-то. Сколько тут, допустим, минус 30, минус там 60. И на пересечении мы можем находить, соответственно, усиление. Вот, по концентрическим окружностям. Ну, допустим, тут там 10 dBi будет. Ну, вот так вот, обозначают 10. Иногда это в линейных величинах вот эту шкалу делают. Иногда в нелинейных величинах. Во всяком бывает. Вот. И также мы видим, что у нас вот сзади тоже есть определенные боковые лепестки. Увеличивая вот этот рефлектор, мы будем вот эти лепестки уменьшать. Но в усилении она практически не прибавляет. Следующее, что хочу рассказать. Для однородной структуры, однородной антенны волновой канал, получается так, что у нее задние лепестки и боковые лепестки, они гораздо больше, чем для неоднородной антенны. И неоднородная антенна. Она, в общем-то, лишена многих недостатка вот такой структуры. Но у нее есть другой недостаток. Она немножко... Ну, как-то не немножко. Она значительно сложнее в технических расчетах. Все исследования по этим антеннам были проведены в середине 20 века. И сейчас уже ничего нового, в общем-то, в них придумать нельзя. Вот кратенько, наверное, все, что хотелось бы по ним сказать. Пишите комментарии, подписывайтесь. Я постараюсь сделать больше видео для вас. Все хорошего. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok